Ребят, я вот не думала, если честно, что у тебя, Дим, конфликт с тёщей перерастёт в такой глобальный конфликт вообще между мамами. Вы мало того, что здесь воюете, вы ещё интернет-войну устроили между мамами. Что там было, Алёна? Расскажи, пожалуйста. В общем, да, такая ситуация, что мама Димы, вообще его, в принципе, поддерживают в его этом поведении, она говорит, Дима, всё правильно, Дима, там, я не знаю, ты молодец, я не знаю, почему она тебя в этом поддерживает, потому что она сама мать, вот, и по итогу всё перешло в то, что она вообще начала оскорблять, маме, конечно, это обидно. В интернете? Она пишет ему в соцсети. А, в соцсети. В соцсети она тебе пишет. Вам что, недостаточно конфликта с одной мамой? Зачем ты в этот конфликт включаешь уже свою маму? Никто не сталкивает, вот, Дим сталкивает. Никто не сталкивает, нет, ни в коем случае никто не сталкивает. Смотрите, такая ситуация, то, что Оля мне рассказывает, смотри, вы сейчас на проект не находитесь. И Оля мне рассказывает, то, что ты с мамой своей по два часа выходишь в коридор, там, я не знаю, где ты разговариваешь, и ей рассказываешь, то, что ты такой хороший, а тут Татьяна Владимировна приехала, и тут такое строила, что она во всём виновата. Это твоё мнение, Ален. То есть наговаривает, правильно? Наговаривает. Подожди, ты опять говоришь? Так Оля говорит, Дим. Так говорит, Оля. Так говорит твоя жена. Ну ты не живёшь с нами. Ну так говорит твоя жена. Моя сестра мне говорит, Дим. Послушай, почему-то вот я вот сейчас со своей супругой переписывался, и всё нормально. Я только что переписывалась. Ты в который раз уверяешь, что твоя жена лжёт своей родной сестре? Вот отсюда. Так, что он сказал? Дима что говорит? Алена, рассказывай мне всё, чтобы я знала. Что он ответил по поводу скрина? Он, как обычно, на своём стоит, говорит, что это мама мнения, это нормально. Он не прав, пишет твоя жена. Всё правильно ты, Алена, сказала. Алёна отвечает, колоссально неправ. Я уже не могу с ним разговаривать. Я уже спокойно, он мне слово сказать не даёт. Я сказала, что он не в том месте мужика включает, что ему, наоборот, помочь хотят. Это ведь мама. Вразуми его, Алёнка. Пишет вот твоя жена. Вразуми его, Алёнка. Дальше она пишет. Он не понимает, что такое забота и любовь. Что он вообще несёт. Мама во многом помогала. Даже с внучкой нянчилась. Ну, простите, с внучкой нянчилась. Как она её любит. Мама пыль вытирала. Пала ей кушать готовила. И что это, разве не помощь? Конечно, я с ребёнком кормлю дочи. Мама на кухне. Он не понимает. Алёна. У него есть мама, которую он любит и слушается. Мне кажется, он никого так не любит, как её. И потом просит Алёнка, не оскорбляйте Диму. То есть она настолько вот уже... Нет, но оскорбление же есть. Правильно, есть оскорбление. С твоей стороны. Нет, с вашей стороны. Вот, подожди, подожди, Дим. А с твоей стороны? Это всё, что ты вынес из этих сообщений, где пишет твоя жена. Вразуми его, Алёна. Он не понимает, что такое любовь. Что он несёт. Вот это твоя жена, сестрёнка. Вот, пожалуйста. Пойми, что Алёна не будет меня. Понимаешь? Не будет мне как-то учить мне жизнь. Не Алёна. Твоя жена пишет. Помоги мне, Алёна. Вразуми его. Она не может это сделать и напросит помощи у меня. Послушайте, супругу я свою услышу, но не тебя. Наша мама готова, в принципе, пойти на примирение. С твоей мамой поговорить. Она этого очень хочет. Хотя бы по телефону можно поговорить. Хотя бы по телефону. Просто, если она не хочет встречаться, хотя бы просто по телефону. Просто познакомиться. А ваша мама хочет общения? Конечно, конечно. Но сейчас она уже этого не хочет. Моя мама, я вчера с ней общалась. И она, на самом деле, очень обижена. Она обижена, во-первых, на Диму. И сейчас она говорит, я вообще в шоке, зачем он это делает, что он подключил маму. Она говорит, я вообще, в принципе, маму не трогала. Понимаете, здесь какая-то калашников. Здесь автоматически все подключается. Но почему-то, если есть облик, тебя смотришь. Ты подключаешь. Нет, послушайте, есть такая великая пьеса на Теки Капулете, где две семьи враждовали. И что, ты хочешь так же делать? Ты хочешь так же, получается. Нет, я не хочу. Как мужчина, Дима, может, как мужчина, видишь, у вас с Аленой нормальный диалог возникает. Вот я могу сейчас уйти и оставить себя здесь как мужчину, чтобы ты позвонил при Алене своей маме и попросил ее как-то публично не трогать маму девочек. Оля, вот не уходи, пожалуйста, сейчас. Я тебе сейчас... Нет, секунду, секунду. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Я уже к этому привыкла. Нет. Публично. Ты сможешь это сделать? Публично? Я этого делать не буду. Мне кажется, что ты делаешь, ищешь тысяч отговорок, чтобы этот конфликт продолжался. Вот если ты его не закроешь, значит, я сделаю вывод, что этот конфликт нужен тебе. Допустим, моя мама приехала бы и начинала бы вставлять пал три копейки своих, да, а это неправильно, а это тот... Если бы Оля тебе взрывала мозг, и ты бы там сидел на иголках, это было бы нормально за своего сына. Я тебе скажу, что я бы не позволил бы ни своей маме влазить, ни Олиной маме, потому что моя мама только может приехать, потому что она меня вырастила уже, хватит уже. Ты будешь плохим отцом, когда будет твоя дочь плакать, она может приехать, посидеть с внучкой, ни больше, ни меньше. Дим, ты будешь плохим отцом, когда вырастет твоя дочь, и будет плакать, и ты будешь на это смотреть. Нет, я не позволю, чтобы моя дочка первое слово сказала матом. Аж кто сказал первое слово матом? Когда теща бывает, ну, не подбирает слова. Дим, ты, когда мы приехали туда, ты орал матом там. Матом орал? Нет, когда ты говорила. Ты вспомни, не, знаете, в свои глаза древнавые не видите. Дим, ты орал там матом. Вы пытаетесь быть идеальными, хорошими. А когда твоя... Мы тут все такие положительные. А когда твоя... Хватит мне играть, понимаете уже это? Когда твоя жена плачет, ты должен подойти и сказать, любимая, что я сейчас должен сделать, лишь бы ты не плакала, лишь бы ты была счастлива. Вот что ты должен у нее спросить. Если она скажет, Диме, я хочу маму, наступи себе на горло, потому что этого хочешь сейчас твоя жена. Нет, Алёна, послушай, мы много говорим, просто я считаю, что мне надо приехать с женой и сесть и просто спокойно поговорить с ней. А я считаю, что тебе нужно просто как мужчину, как глава этой семьи, потому что ты мужчина в этой семье, просто мужское слово свое сказать, посадить всех за стол, сказать, и закрыть просто этот конфликт раз и навсегда. Вот это будет мужской поступок. И больше этого здесь не будет обсуждаться. И ваши семьи не будут обсуждаться, и это будет реально мужское правильное решение. Думаю об этом.